с вами снова ольга я рада всех приветствовать еще раз если вдруг вы посмотрели первые две части нашего урока по сотворению мира и создали свой возможно вы через какое-то время смотрите эту следующую третью часть которой напомню мы в наш мир добавим уже более мелкие объекты добавим растительность камни и вышки воду ну и наконец пройдемся по нашему сотворенному миру если вдруг кто-то смотрит сначала третью часть а потом будет возвращаться к первым покажу что вот у нас есть некий образец это я сделала просто копию экрана и по этому образцу мы примерно воссоздали создали свой собственный мир но и тут я принесла свои какие-то нововведения естественно не стараясь воспроизвести то что было это очень сложно и сейчас мы добавим воду и пройдемся сначала по этому миру чтобы добавить воду для этого в unity есть специальные уже установленные компоненты стандартные асты так называемые которые можно здесь выбрать assets import package и все это находится в пакете environment то есть окружение все что в окружении есть я просто покажу как импортируются стандартные асты в проект но не буду этого делать поскольку они у меня уже все есть так как я открыла пример проекта в котором все эти элементы уже размещены но как это делается если вы делаете свой проект с нуля я сейчас покажу и так выбираем этот пункт меню сначала у нас идет предварительная распаковка подготовка пакета затем появляется окно импорта и если вы не знаете что вам нужно что не нужно можно просто сразу нажать на кнопку импорт постепенно если у вас появится какой-то опыт вы уже будете знать какие здесь компоненты и для чего и можно будет просто выбрать те компоненты которые вам нужны для вашего проекта вот например у меня уже в проекте кое-что есть вот эти вот например есть текстуры кстати вот текстура песка я вижу наверное можно было взять ее отсюда и они здесь не отмечены флажками то есть это то что у меня в проекте есть и соответственно у меня есть еще модели для воды но может быть мне захочется какие-то другие еще раз повторяю это делаться не буду сейчас у меня все в проекте есть это все дает дополнительный размер но для экспериментов конечно же все эти ассеты разработчики рассматривают я тоже изучаю когда мне что-то необходимо я подбираю мне нужные сейчас я нажму на кнопку cancel если вам потребуется импортировать свой проект нажимаем на кнопку импорт и так у меня все это есть у меня импортировалась раньше и соответственно создалась папка стандарт ассет и в папке уже в под папке где у нас находятся дополнительные какие-то элементы я нахожу воду но вот так получилось что это же папка стандарт ассет была импортирована и разработчиками примера этого проекта поэтому она у меня здесь и вот эта часть инвалид она тут у вас она может быть здесь если вы это делаете сами и так вот у нас папка вода и просто для начинающих не буду сейчас объяснять для чего это и что нам необходимо найти вот такую папку prefabs и здесь у нас есть два вида воды вода дневного времени и ночного дневная ночная условно говоря но у нас здесь будем считать сюжет будет происходить в дневное время поэтому мы возьмем дневное и точно так же как мы размещали трассу на наш террель мы точно также затащим сюда воду и тоже видим что вода какая-то очень маленькая конечно же наш мир на самом деле большой и вот мы сейчас ее увеличиваем и увеличиваем настолько насколько нам необходимо чтобы было залитой лотой те пространство которое мы сделали с нижней части в глубине и вот сейчас я вижу где вода вода совсем на дно попала я могу уровень воды приподнять вот так вот чтобы у меня был берег вот пожалуйста вода но сейчас момент истины мы погрузимся в наш мир не как творцы а как его жители назовем так ну вот я вижу что воду все-таки надо еще немножко приподнять вот вот даже вот так вот сейчас будет аккуратнее и потом береговую линию я немножко подправлю здесь добавлю текстуры песка либо сделаю более плавное чуть побольше чтобы было место здесь вот то есть это уже все можно подправлять относительно воды вот здесь маленький перешейк то есть это все вы знаете уже инструменты все подправляется так ну сейчас все-таки погуляем и чтобы пройтись по нашему миру как каким бы он ни был такой как здесь или вы создали свой тоже в стандартных ассетах о которых я только что рассказывала unity предусмотрен пакет characters персонажи тоже я его не буду импортировать я показала как это делается потому что в моем примере уже такая папка есть characters и я добавила только персонажа от первого лица того который будет в общем-то нами и здесь тоже находим папку префаб и любой в принципе можно выбрать объект либо вот этот либо этот этот будет видеть все препятствия это будет более свободен поэтому я возьму сначала этого и выбираем то место в нашем мире с которого мы хотим стартовать откуда мы начнем наше путешествие ну я наверное сделаю поближе к мосту чтобы мы увидели и мост ну и воду тоже то есть я поставлю вот сюда и сейчас мы просто видим что там стал какой-то объект вот как он стал так пускай будет мы сейчас наш проект сохраним сцену надо конечно же сохранить она достаточно у нас уже большая и запустим и вот я попала под мост немножко подвину сейчас нашего персонажа от первого лица но перемещаться я могу вот немножко не попала в трассу сейчас подпрыгнем сейчас я на трассе и могу гулять примерно так же как мы гуляли по тому миру который мы рассматривали в качестве примера вот можем подойти к воде и убедиться в том что вода она она даже еще и с волнами почти как в жизни мы видим траву и кстати по поводу воды да вот я вижу все равно зазор есть небольшой вот трасса над нашим ландшафтом вот это вот этот зазор надо ликвидировать мы можем ее просто опустить и чтобы трава наша была более реалистичной я все-таки разобралась normal labs с картой нормалей сейчас мы эту карту нормалей добавим и попробуем сравнить как у нас изменится вот эта вот поверхность травы чтобы выйти отсюда я нажимаю клавишу escape и у меня появляется указатель мыши я останавливаю выполнение и так сначала нам нужно подкорректировать начальное положение нашего персонажа чтобы не попадать в стену и я сейчас приближусь я случайно выбрала воду вот она у меня как раз выделилась а нужно вот этого fps контроллера я к нему подойду развернусь развернусь нужно видим так разместиться сейчас будет нормально мы будем начинать движение на находясь на трассе и и я обнаружила что есть зазор которого здесь почему-то не особо видно но мы сейчас тоже попробуем приблизиться между нашей поверхностью террейна да и трассы и вот он есть действительностью сейчас выберем нашу трассу и и здесь уже мне надо видеть и зазор и то что в итоге я получаю поэтому по игреку я просто беру нажимаю левую кнопочку мыши и вот так вот вращать просто двигаю и вот происходит смещение не очень хорошо видно приближаемся приближаемся поворачиваемся ну вот сейчас я вроде бы как положила ровно но будем надеяться это все можно уже проверять в гейме то есть когда мы запускаемся это уже тень от бортика сейчас я отодвинусь посмотрю на все сверху чтобы трасса все-таки не пропала да вот она есть но здесь немножко подправиться вот эти вот артефакты которые я уже гору слишком перестаралась рисовать вот сейчас все должно быть замечательно сохраним у меня уже компьютер даже шумит очень много добавлено графических объектов трехмерных terrain он достаточно требующий памяти вот мы на дороге здесь все замечательно сейчас мы с этой дороги свернем выйдем так повернем да не видно никакого зазора все отлично хотя небольшой наверное есть но сейчас не буду уже в этом долго разбираться я надеюсь суть вы поняли каким образом это делается вот мы можем подойти к мосту и пройтись под ним даже и обратите внимание в принципе освещение все ну почти естественно с небольшими нюансами но тема освещения это отдельная такая интересная вещь которую в этом уроке такого демонстрационного характера для всех желающих я затрагивать не буду ну и сделаем наш мир более красивым во-первых посмотрим вот то что я говорила карту нормали для текстур если мы выберем редактировать текстуру то вот здесь вот уже я не знаю по какой причине у меня это не работало к сожалению это загадка но вот это нормаль которую я настраивала первой части она в принципе вполне сюда ставится и применяется и вот сейчас если мы запустим посмотрим сейчас выйдем на траву вот трава стала более такой ну кажущейся объемной да это если кому-то не нравится можно не делать ну вот такой эффект объема появился на мой взгляд то есть карты нормали это достаточно такая интересная вещь вот горы по-моему выглядят вполне прилично может быть слишком они у меня великоваты можно было делать поменьше но опять же это мой мир и сейчас мы сделаем чтобы у нас появилась зелень деревья и потом поставим несколько камешков может быть но кто уже как захочет так сможет делать свой мир то есть будем его доводить до совершенства сначала высадим деревья деревья высаживаются тоже с помощью инструментов террейна и вот есть кнопка установить деревья и наши деревья тоже есть в папке стандартных асетов в environment и тоже они уже загружены загружены автором проекта вот есть папочка такая которая называется сейчас вот здесь вот будет лучше видно деревья и вот это дерево наверное я попробую разместить на террейн опять же выберу снова террейн и в инспекторе террейн конечно тороплюсь и в инспекторе инструмент деревья и очень похожим образом также примерно как мы добавляли текстуры есть кнопка edit 3 и мы добавим деревья появляется вот такое окошко где мы просто добавляем сюда знакомое возможно визуальное слово prefаб не важно что он означает но сюда мы должны добавить дерево мы можем его сюда стащить а можем вот так вот нажать на вот эту кнопку и в принципе вот я попала сразу в папку в которой модель дерева есть вот она также и называется и я его как раз и выберу то есть здесь не ошибешься что это то дерево которое нам необходимо и нажимаем кнопку add добавить вот появилась модель ну и деревья рассаживаются ну точно так же как текстуры просто мы проводим мышкой по нашему ландшафту и деревья должны появляться и так сейчас я это сделаю вот я провожу и вижу что у меня густой лес так много деревьев мне не надо но может так оказаться что если слабый компьютер то их может быть и не видно даже так бывает можно просто вот так вот немножко по двигать до сюда и увидеть ну этот лес нам точно не нужен такой густой чтобы его убрать зажимаем клавишу shift и все убираем как сделать чтобы был не такой густой лес а чтобы были отдельные такие вот деревца аккуратные ну во первых наверное кто-то догадался что можно сделать меньше размер кисти а во вторых есть еще вот расстояние между деревьями и с помощью этого параметра тоже можно какие-то делать настройки ну вот я посмотрела что в принципе можно деревья вот так вот рассадить просто отдельными кликами мышки так надежнее поставлю сюда чтобы было видно откуда мы начинаем наше путешествие ну и дальше можно ставить если вот так вот быстро проводишь что целыми такими рядочками они выстраиваются такими легкими движениями мыши как кистью точно так же как кистью мы рисуем деревья ну либо отдельными кликами для того чтобы это выглядело более случайным образом здесь есть еще дополнительные настройки и вроде бы она стоит случайная случайная высота дерева но еще как-то расстояние между деревьями тоже должны настраиваться но что-то пока в этой версии с которой я работаю что-то не очень хорошо это все выглядит ну вот какое-то количество деревьев я насадила конечно совершенно не задумывалась над тем как это лучше сделать потому что моя задача была конечно же вам показать как это делать но уже вот наш мир он практически такой как мы хотим обратите внимание что на тиране они все нормально стоят на нужной высоте те которые не нужны допустим вот здесь на вершине я уж слишком я могу удалить не попадая shift нажимаем вот попала удалила и это тоже наверно лишний вот сюда посажу можно уже подправлять и сейчас если мы запустим вот наши деревья красиво правда но я думаю что у многих из вас получится еще более красиво ну и наконец высадим немного травы на наш ландшафт и это делается практически так же как с деревьями есть специальный инструмент для травы ну и другой в мелкой растительности это не обязательно трава у нас это будет трава точно так же добавляем уже здесь текстуру травы это действительно текстура и выбираем ее здесь она будет выглядеть вот примерно так вот эту можно брать вот эту здесь значение цветности пока оставляем как есть и точно так же рисуем но вот есть сложность заключающиеся в том что вот мой уже компьютер с трудом может отображать эту траву возможно тоже у вас так что не очень хорошо заметно и вот трава все-таки отобразилась но такая густота мне не нужна поэтому я могу взять сделать размер кисти поменьше нажать shift и немножко проредить ее например вот так кроме того здесь есть некоторые параметры которыми тоже можно экспериментировать делать более как бы жесткое рисование менее вот получается не так густо как здесь у меня получалось сейчас я вот это вот уберу это уже слишком у меня получилась такая уже прям трава-трава густая вот а вот с менее сильным нажатием даже еще меньше это вообще надо нарисовать конечно не будет вот вот такую вот не очень густую траву ну и соответственно этот параметр тоже может что-то давать но опять же моя задача показать основные принципы и самое главное чтобы каждый понял что это очень в принципе не сложно и очень интересная и творческая работа по созданию своего собственного мира и это доступно каждому сейчас для теста мы запустим еще раз пройдемся где-то у меня это трава куда ее посадила вот она посмотрим что это не просто картинки смотрите они вот так вот подвержен подвержены даже движению ветра все это выглядит вполне естественно ну и конечно же зависимости от того какие мы используем текстуры от настроек у нас будут другие варианты изображения и наконец вот видите удалилась и травы не видно да чего еще здесь нет здесь нет камней которые у нас на нашем примере но опять же все объекты которые у нас здесь могут должны появляться добавляются по аналогии с тем как мы добавляли трассу как мы ставили персонажа от первого лица но для примера я сейчас один камень положу тоже он есть в наборе в примере в самом в папке модели кто не смотрел предыдущую часть вот здесь наши камни ну я возьму просто для примера какой-нибудь камень размещу тоже мы видим что он маленький мы его можем увеличить мы его можем разместить там где мы хотим и мы можем его повернуть вот я повернула здесь дерево понятно что я его немного задела и надо как-то сместить ну вот примерно так сейчас я поверну мы можем разложить любые другие объекты для того чтобы наш мир казался более естественным ну и опять же по высоте уже здесь смотреть подбирать мне кажется что лучше сюда поставить камень ну а дальше включаем творчество и сотворяем свой собственный мир и желаю всем успехов творческих творческого настроения и замечательных своих миров подписывайтесь на канал аэлит всем всего самого доброго пока пока